В рамках празднования Дня города и района праздник народных промыслов и ремесел прошел в Славинске на Кубани. Выставка-ярмарка «Город мастеров» развернулась в парке имени Григория Пономаренко, где представили работы лучшие мастера и ремесленники из разных уголков Кубани. Жители и гости Славинского района на прошлой неделе получили уникальную возможность познакомиться с творчеством кубанских народных умельцев в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества. Как отметил заместитель начальника по культуре Дмитрий Решмин, эта выставка является возрождением и продолжением развития традиционных народных ремесел. Это дает большое общение. В первую очередь общаются между собой мастера, делятся опытом, смотрят на изделия друг друга, где-то перенимают мастерство, какие-то тонкости и нюансы. Во-вторых, я так думаю, что все-таки такое количество прикладников и такие мероприятия показывают нашим жителям, что вокруг нас очень большое количество людей, людей талантливых, очень интересных, своеобразных, оригинальных, с замечательной фантазией, которые, несмотря ни на что, находят время для того, чтобы смастерить. Что-то смастерить интересное, или написать картину, или это вышивка, либо это кукла, либо это изделия из дерева и бересты. Но это замечательно, что сегодня еще есть у людей такие интересы. Лепка из глины, кузнечное ремесло, ткачество, лозоплетение, художественная роспись, вышивка, лоскутное шитье, плетение из соломки и природных материалов. И это еще не весь перечень техник и направлений декоративно-прикладного творчества, представленных на выставке-ярмарке. Мастер декоративно-прикладного искусства Кубани наша землячка Евгения Смирнова представила на выставке-ярмарке свои работы. Она занимается росписью по дереву около 10 лет. Участница многочисленных краевых, всероссийских и даже международных выставок. Я начинала учиться на промыслах в Сергиевом Посаде, росписи матрешек. Поэтому, когда я работала на промыслах, работ было очень много. Потом долгое время я просто торговала на Золотом кольце своими работами на иностранные цеплоходы. Поэтому я даже не могу сказать, в какой стране мира, собственно, моих работ нет. Работы Евгении Смирновой можно найти в Славянской картиной галереи. Авторские куклы Тильды Светланы Решмидт привлекают внимание своим шармом и эффектностью. В этой технике Светлана начала работать несколько лет назад и теперь создает настоящие произведения искусства. У меня представлены куклы разных стилей, но все эти куклы интерьерные. Потому что здесь использованы дорогие материалы, очень качественные. Естественно, эти куклы предназначены для украшения интерьера. Они несут определенную энергетику, которую любая ручная работа несет. Поэтому здесь на разные вкусы. Здесь есть и буха шик, и шеби шик, и стиль кантри. Поэтому каждый может выбрать в соответствии со своими вкусами. На ярмарке каждый мог найти себе изделие по душе. Или просто полюбоваться на интересные и необычные работы, выполненные в этническом стиле. Выставка продажа в очередной раз показала, какое огромное количество умельцев живет в нашем крае. Помнят и развивают ручный труд традиции предков. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа События.